всем привет добро пожаловать мою оранжерею сегодня речь пойдет об адениуме несколько экземпляров вам принесла на стол поставила все они разные кто-то цветет кто-то после обрезки только начинают вот увидите просыпаются почки сейчас все подробно покажу и конечно же покажу своих малышей начнем с самого моего первого экземпляра адениума обессум сорт я его купила наверное ну лет как бы не соврать но больше шести лет наверное уже не могу точно сказать и что он у меня с того времени только не пережил и обрезки и прививки и корневую систему я ему формировала у меня есть очень много роликов на моем канале можете зайти и посмотреть вот сейчас на нем зацвела прививка то есть у него родной цветочек он уже правда цветает ну такой обычный цветочек но они тоже красиво смотрятся потому что когда обильное цветение начинается и такие цветочки тоже хорошо смотрятся но на нем прививочка мадам бутерфляй посмотрите сколько бутонов сейчас я поверну вот так вот на камеру какой красивый цветочек цветет прям по сорту ну цвет в точности такой же но вот как сказать вот махровый он не такой он менее махровый получился а вот 2 раскрывается сейчас я посмотрю вот этот вот здесь по моему побольше будет цветок это очень красиво смотрится и на нем же у меня здесь 4 прививки разного соуса то есть по листьям даже смотрите как отличается вот тоже прививочка я думаю что летом сейчас когда больше будет тепла и солнца побольше и думаю что здесь тоже зацветет прививочка вот это прививочка вот по моему вот вот здесь вот еще прививка у меня сделано просто сейчас уже все так срослось знаете хорошо и место прививки вот видите совсем чуть-чуть наверное вот выделяется здесь я его просто еще обрезала обрезка была то есть прививки уже в принципе то сгладились практически вот здесь вот еще немного видно а так уже нормально у меня же там еще спрятанной формы в земле мы наращиваем красивые корни пока у меня только так вот оголенный будет стоять потом уж когда буду его менять грунт ему или пересаживать то нет наверно у него широкий горшочек недавно была пересадка в общем покажу обязательно этот аденюм выращен из черенка я его покупала в магазине и он был такой знаете без всяких вот этих форм у него просто ну с черенка вполне можно нарастить вот такие красивые корни ну конечно требуется время оно того стоит 6 лет мы выросли вот такие но это мои лысики просто нарастили очень длинные ветки и мне пришлось их вот весной обрезать обрезала наверное вот так потому что ни к чему можно было и короче но смотрю здесь уже почки стали просыпаться уже не буду его мучить а этот тоже посмотрите вот у него везде 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 почки проснулись наращивают листочки это у меня прививочки из таиланда им тоже уже более четырех лет это точно видите везде везде почки проснулись но это моя сама мадам баттерфляй это тоже прививку я заказывала из вьетнама тоже цветочек у нее здесь бутоны появляются там тоже смотрю на веточках но в общем она очень хорошо этот сорт цветет они в принципе все цветут хорошо им же главное чтоб тепло было и солнце много и все вот для адениума это самое главное и горшочки мне вот эти керамические конечно нравится смотрите какая разница это тут сидит с пластмассовым да этот в керамике как благородно смотрится очень красиво так что надо вот со временем как-то им поменять будет горшочки вообще по-хорошему здесь бы тоже обрезка и вот такая тоже у меня прививочка это тоже а я заказывала по моему нам эту прививку но тоже всем прививка моим более четырех лет но тоже он после зимы конечно такой вот вытянулся смотрю там тоже бутончик заложил это у меня сорт солнце и луна если по-русски сказать мне очень нравится софт этот красивый под номером 217 вы представляете сколько лет прошло а номер у него так и остался а вот само место прививки а вот эти вот отростки пошли это его родные они не мешают они могут зацвести своим цветом прививка своим цветом я вот их не обрезали по первости обрезала но они все равно растут всех конечно не вынести на стол не поставить сейчас я вам покажу местами там где-то на пол стоят где-то на окне сейчас я вам покажу своих малышей и расскажу как я за ними ухаживаю ну вот моих два адениума здесь стоит на них правда еще он буденвилия упала здесь посмотрите вот видите сколько будем милии мусора буквально вот адениум брала и случайно задела и она обсыпалась здесь вот у меня срощенные были адениумы вот здесь стоят они вот прям распушились но стяжку сделал видимо все таки плохую и рано размотала то есть вот они рассоединились и растут два подном горшке так что можно повторить будет эту процедуру или посадить друг другу поближе или наоборот рассадить но посмотрю потом еще этот вот вообще пузатик хорошенький сидит но вот этим это мои сеянцы им уже года три представляете как они медленно все-таки растут солнца не хватает и особенно зимой они вообще в росте конечно рост замедляют на полочке вот здесь у меня тоже дэши стоят но посмотрите они все такие зелененькие хорошие вот думаю их тоже надо спускать куда-то на подоконник чтобы много солнца им было чтобы они цвели так они в принципе все выглядят хорошо с точки хорошие это вот тоже у меня кстати прививкам я заказывала из таиланда по моему это вот самая последняя ну попу не знаю не нарастила а вот в том году то цвела думаю в этом году тоже зацветет это мои малыши мои сеянцы тоже сейчас от солнца много стало и они прям повеселили такие листочки такие красивые смотрите у всех здесь вот у меня еще же есть и черенки укорененные посмотрите вот это вот черенок у меня видите какой хороший такой толстенький черенок и весь разветвился и вот на заднем плане вот видите там тоже стволик такой виднеется там тоже черенок но я сорта конечно не подписала все равно они у меня останутся так что мне как бы не принципиально какой сок в общем с черенком тоже растут хорошо они но это вот мои сеянцы для их сегодня он поливала просто поэтому них возле стволика еще сыра так ничего они как бы быстро просохнут грунт рыхлый но вот этим сеянцам моим сколько ему же так ну наверное уже два года даже больше представляете как медленно они растут зимой они у меня вообще не росли каудекс и даже у многих вы были мягкие и вот они только благодаря солнцу сейчас вот что весна они лучше стали каудекс такой плотный стал хороший в общем хорошо они поправились у меня но цветение я наверное и не жду от них потому что совсем малышей вот полностью окно не считая степан отиса остальные мне здесь здесь стоят а дай ему ну вот перенесла в дом и сейчас вам расскажу как я за ними ну зимнее время я конечно пользуюсь подсветкой покармливаю я их круглый год наше удобрение помимо того что у меня удобрение длительного действия смоход я добавляю при пересах я еще пользуюсь удобрением вот таким вертика люкс ну развожу примерно на кончике чайной ложечки на один на полтора литра воды теплая обязательно и поливаю по мере пересыхания грунта если грунт полностью у меня просохнет я начинаю поливать если в летнее время конечно чаще полив получается зимнее время я уже смотрю что в горшке вообще легкие только тогда поливаю постоянно у меня обрезка я не даю им вытягиваться я не люблю когда вот эти побеги длинные и получается в принципе вот такие вот кустики я считаю что красиво смотрится и более пушистый но это конечно экземпляр у меня еще и три вида поэтому он такой то есть еще в будущем если можно добавить на него вливочки будет он будет вообще отрицать вот представляете вот ему сейчас 6 лет да и если бы я его не обстригала представляете какой бы он был он ростом например там ну один ну либо по статам и не нарастил бы вот такие формы потому что обрезка она влияет на утолщение корневой системы и ствола они становятся коренавские толстые и конечно же у меня на канале очень много видео у меня там даже сформировано все по плейлисткам то есть сеемся как я села как обрезала а как формировала то есть вы можете просто зайти кому интересно и посмотреть в принципе там очень много интересной информации которую я сейчас просто и вот так скажу могу ли что-то упустить тем более я давно уже манипуляции таких и не делала цветок много перебросилась на другие и адениума единственное что получает это только обрезки ну ничего сейчас наступает лето я займусь своими адениумами буду все равно где-то что-то и формировать подписывайтесь на мой канал будет интересно пишите комментарии мне очень приятно общаться с вами увидимся в следующем видео